Привет, друзья! На рыбалке в марте хуже магнитной бури может быть только это, когда три погодных фактора выстраиваются в одну цепочку. Это хуже магнитной бури намного. А именно, друзья, когда на небе светит яркая луна, полная, круглая, как называется, полная луня. Второй фактор это когда резко либо поднимается, либо падает давление. И третий это резкие скачки воды. То вверх, то вниз. Последний фактор обусловлен температурными перепадами. Когда ночью бывают минусовые температуры, а днем высотки в принципе плюсовые. И когда, друзья, рыбак оказывается на рыбалке в марте при таких погодных условиях, что бы он ни делал, как бы он рыбу ни искал, сколько бы лунок ни понаделал, да хоть сотни понаделать, какие бы насотки он ни использовал, поклёвок будет 0. Три фактора полная луния, резкие скачки давления и резкие скачки воды за счёт таяния снега и перепадов температур. С минусовых на плюсовые. Ну, и рыбак оказывается на рыбалке, потом начинает ломать голову то ли насадки нитки, то ли мормышки, может, какие-то опять не такие. Да всё, друзья, такое. И насадки у вас хорошие, и мормышки у вас рабочие. Дело в этих трёх факторах. Но переживать не стоит. А именно, друзья, когда луна пойдёт на убыль, скачки воды и скачки давления, в принципе, это прекратятся. При полной луне частенько можно наблюдать вот эти самые аномально большие скачки давления. Там 20, а то и в 30 мм вверх-вниз. И также прекратятся скачки воды. В том плане, что скачки воды при полной луне бывают и за счёт того, что большие перепады в температурах. То есть там может быть даже до минус, ой, до минус, с разницей в 30 градусов, друзья. То есть, допустим, днём 15 градусов, а ночью, допустим, минус 15, 10-15, минус. То есть скачок почти, чуть не в 30 градусов. Может быть даже и больше, чем 30 градусов. Но когда луна пойдёт на убыль, разница в этих самых температурах сократится. То есть, допустим, днём будет там 10-15 плюс, а ночью, допустим, будет 0, там плюс 1. То есть уже такого большого разрыва в температурах, в температурном скачке, не будет. Ну, максимум, там, минус 1, минус 2, ну, до 5 градусов. А днём, допустим, там, градусов 10 плюс. Поэтому температурные скачки, когда луна пойдёт на убыль, прекратятся. И вода за счёт этого также перестанет скакать. Потому что, когда ночью холодно, а днём тепло, днём оттаивает, вода прибывает. Ночью вода вымерзает, и вода падает. Тем самым поднимается лёд вверх, вниз, вверх, вниз. И создаётся небольшого рода отрезка. Об этом отрезке я уже как-то рассказывал в виде ручки, я не буду в этом повторяться. И рыба, друзья, будет взрослевать на все насадки животного происхождения. Ну, и, в принципе, самодельное. Животное-то червяк, мотыль, опарыш, коровец и другие. Так же, как и растительная порода. Насадки самодельные там. Та же сама перловка. Как-то так. Продолжение следует.